Мне рассказали одну историю про двух друзей. Вот они с детства были как неразлей вода, дружили, вместе, вместе росли, подростками становились, потом молодыми людьми, достигли зрелости. Но на их пути постречалась женщина, и оба они в нее влюбились. Ну и, как вы помните, популярную песню композитора Андрея Петрова на стихи Григория Пожиняна. В кинофильме был еще, в этой песне, путь к причалу. Ну а если случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон. Помните, да? Третий должен уйти. Вот, к сожалению, в их отношениях не получилось вот такого закона, по такому закону поступить. И его друг близкий вот эту девушку увел у него. И, конечно, он сильно затаил обиду, злобу, ненависть и месть. И выжидал очень долго, когда ему представится такая возможность, чтобы отомстить своему другу детства. И вот через 30 лет этому человеку такая возможность представилась. Он отомстил, убил своего друга. 30 лет человек жил с местью. 30 лет с обидой. Представляете, что направляло всю его жизнь? Что его двигало вообще? Что было смыслом его существования? Вот сегодня мы поговорим на тему, что является движущей силой моей жизни. Вообще, ну, разные словари определяют движущую силу как нечто такое, что ведет, контролирует, толкает вперед или задает направление. Что придает моей жизни смысл. Вот такое движение, да? Ради чего я живу, получается. Вот эта движущая сила. Если мы посмотрим вообще на людей, на всех нас, то на самом деле существуют тысячи таких движущих сил, которые управляют людьми. Тысячи. Страх. Тревожность. Люди живут с тревогой, просыпаются с ней, засыпают с ней. Живут с ней годами этой тревогой. И она, получается, управляет, контролирует всю их жизнь. Люди живут стремлением к какой-то выгоде, да, получить власть. И ради этого они готовы на все, чтобы добиться этой власти. Люди живут ради денег. И деньги для них представляют все, весь смысл их существования. Да, они к этому идут, находят разные возможности, чтобы как можно больше заработать, как можно больше получить. Хотя там, может быть, уже и некуда класть. Но тем не менее, все равно. Деньги, деньги, власть, влияние. Людьми движет чувство вины. Люди постоянно ощущают себя виноватыми. И знаете, когда вы с такими людьми пообщаетесь, то вы сами станете виноватым во всем. И общаясь, продолжая общаться с таким человеком, вы все время будете чувствовать себя, что вы в чем-то виноват перед этим человеком, да. Знакомы вам такие люди? Чувство вины. Иногда некоторыми людьми движет мнение окружающих. Они боятся своего собственного мнения. Они боятся, что о них подумают, что о них скажут другие. Поэтому то, что вот скажут другие, что они посоветуют, вот для таких людей это вот все. Все. Весь смысл их существования только в этом и состоит. Как бы чего, кто про меня не подумал плохого и так далее и тому подобное. Можно много называть на самом деле причин. страсть, да, эгоизм, тщеславие и так далее. Вы можете другие какие-то примеры вспомнить из своей жизни. Или может быть то, что вы видели или наблюдали, что происходит с людьми, что их толкает и что ими управляет. Вот это сила. Движущая сила. Но вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то оно показывает немножко другую картину. Но это не означает, что Священное Писание представили некий такой идеал, к чему мы должны стремиться, чего-то должны там попробовать. Нет, это картина, которую нам открывает Бог. Это свой замысел, свое намерение. Мы называем это, как верующие люди, воля Божья. Да? Бог, когда открывается человеку, когда человек переживает встречу с ним, ему вдруг открывается вся картина его жизни, как он жил, и вдруг открывается та жизнь, какую он действительно может прожить, какую Бог от него ожидает. И вот человек начинает жить, пробует жить такой жизнью, которую Бог ему показывает или открывает, как перспективу, как направление, как вектор. Что же в этом случае движет человека? Давайте мы откроем с вами послание к филиппийцам, прочитаем с вами 2 главу и 13 текст. Лучше, конечно, прочитать вторую часть 12 текста, чтобы понять, о чем говорит апостол Павел, не потерять его мысль, со страхом, говорит апостол Павел, и трепетом, совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И вот мы посмотрим с вами на 2 вот этих текста. Это спасение совершайте, а второе – благоволение. Вы понимаете, что интересно, что Бог, по словам апостола Павла, производит или дает это действие, или совершает это? Что он совершает? Два важных слова, которых апостол Павел использует. Это желание, но у нас оно переведено в синодальном тексте, хотении, хотя греческое слово, которое здесь используется в тексте апостола Павла, это слово, которое означает, да, как желание переводится, и в то же время как воля. Например, очень часто это же слово греческое используется по отношению к Божьему желанию, то есть Божья воля, Божья воля, или воля Божья, как мы по-разному говорим. Итак, желание или воля, и в то же время что? Действие. Энергон, энергия, сила, то есть движение и так далее. Вот Павел говорит о том, что в жизни верующих людей тоже есть некая движущая сила, которая дает им это желание и действие. Но почему? Точнее, с каком направлении? Куда? По благоволению, по своему благоволению. Как мы видим, здесь слово «своему» стоит курсивом. Это означает, что на самом деле грамматический греческий текст построен так, что можно подумать, что у людей может быть какое-то благое намерение действовать. И поэтому Бог дает человеку и желание, и действие. А может быть, все-таки благое намерение – это намерение самого Бога, чтобы в жизни верующих людей именно это намерение Бога осуществилось. Но для того, чтобы оно осуществилось, им нужно это желание и сила так действовать, так поступать. И поэтому апостол Павел говорит об этом, вот об этой движущей силе, которую Бог производит в верующем человеке. Но она возможна вот в каком случае. Когда мы, как верующие люди, хорошо понимаем вот эту перспективу, которую рисует нам Господь Бог через свое Святое Евангелие. Вот если мы этой картиной вообще всей нашей жизни, если мы не видим себя глазами Бога, если мы не видим, для чего вообще Бог нас избрал, для чего Он нас спас, и какую цель Он нам вкладывает в жизнь, какое направление, в движение, куда Он направляет именно нас, если мы этого не понимаем, то да, наша жизнь, как верующих людей, будет тоже наполнена уже другой движущей силой. И поверьте, есть много верующих людей, которыми тоже так же движет зависть, гнев, месть, чувство вины, страх, чувство долга. Ими она тоже движет. Так же, как и неверующие люди. Если мы иногда посмотрим на неверующих людей или на верующих людей, иногда не вижу разницы никакой вообще, просто только фасад другой, религиозные термины, а в целом, по сути, все то же самое. Но тро так же. Не трогай, не дави, потому что выползает кое-что неприятное. Но именно тогда, когда происходит именно встреча человека с Богом, и поэтому апостол Павел в самом начале своего послания пишет кое-что, что в жизни филиппийцев произошло. Давайте посмотрим. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благоествования, вас всех, как соучастников моих в благодати». Бог свидетель, что я люблю вас всех, любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непредкновенны в День Христов. Вот всегда, когда апостол Павел начинает свое послание к какой-то церкви, им всегда показывает то, что в их жизни случилось, радуется тому, что они продолжают этому следовать, так живут, живут по Евангелию, которая им была открыта, и продолжает за него, ну, так скажем, стоять. И мы это видим. Вообще, само послание апостола Павла к филиппийцам – это послание радости. Но знаете, откуда пишет это письмо Павел? Он пишет его из тюрьмы. И он не знает, что с ним произойдет и случится. Однако, посмотрите, что Павел пишет. Если мы посмотрим на 19-й текст, «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». То есть Павел надеется, что по молитве филиппийцев все-таки он будет избавлен из тюрьмы. И вот здесь очень важный момент о спасении, о котором я хотел сказать. Чуть только. Потому что очень часто мы спасение смотрим в эсхатологическом смысле, как последний завершающий такой аккорд. То есть когда действительно зло будет уничтожено, когда Бог придет как владыка этого мира и когда Он будет как царь царей и Господь господствующих. И не будет уже на земле зла, греха, страданий и смерти. Это вот оно, окончательное избавление и спасение. Однако греческое слово «сатырио», которое здесь используется, оно имеет два значения. Это спасение. И второе его значение – избавление. И всегда спасение, как в Ветхом Завете, так и в Новом, оно не мыслилось только как что-то, что должно случиться со мной в будущем. Это будет происходить со мной здесь и сейчас, в том числе, в определенных жизненных обстоятельствах, когда я двигаюсь в замысле Бога, когда я понимаю цель своей жизни, смысл своей жизни, который мне определил Бог. Я это понял, я это осмыслил, и я этим живу. Когда вот эта воля Божия, она открылась, ну, действительно, как откровение, как озарение. Она охватила мой ум, мое сердце, всю мою жизнь, развернула меня, скажем так, когда я шел не по тому пути, и направила на этот правильный, нужный путь, ради чего Бог вообще сотворил всех нас. И чтобы мы жили той жизнью, которую вот он задумал, то вот это спасение, оно совершается Богом не только когда-то в будущем он это сделает, но и здесь, и сейчас будет он меня избавлять. И Павел за это Евангелие оказался в тюрьме. И он надеется, что по молитвам филиппийцев он все-таки будет избавлен, то есть будет спасен. Однако, как мы видим, Павел готов и к чему, если мы читаем дальше. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем пострамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Павел это понимает, но он надеется, что Бог избавит его из уз, и он, если есть такая возможность, по Божьей воле увидит филиппийцев и сможет с ними разделить эту общую веру. Но в то же время опыт Павла вдохновил филиппийцев. И посмотрите, что пишет Павел дальше. «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножалась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благоествования Христова, дословно Евангелия, именно Евангелия, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас что? Спасение». И снова апостол Павел показывает, что спасение, о котором здесь он говорит, это не что-то далекое, которое случится окончательно, а что-то должно произойти в жизни именно филиппийцев. Почему? Потому что они движимы Божьим замыслом, Божьей волей, вот этой Божьей цели, Евангелем. Они живут ради этого. Это их жизнь, это их смысл. И они этим движимы. И, да, на их пути столкнулись противники, которые не дают им. Но Павел надеется, что Бог их избавит. И он так об этом и говорит. И сие от кого? От Бога. И сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. То есть здесь идет такая аналогия. Павел за веру евангельскую получается страдает. И это происходит у его последователей, которые, видя его пример, этим вдохновляются и тоже терпят за свою веру страдания. Понятно, что в нашей жизни не всегда может такое быть. Но хотим мы того или нет, если мы понимаем глубоко Божью цель, Божью волю, Божьи заповеди, и хотим жить по ним, и в этом строим всю свою жизнь, и это и есть наша движущая сила, то мы рано или поздно все равно столкнемся с какими-то трудностями какого-то выбора, когда нам нужно будет поступить. Или так, как говорят люди, или так, как велит Бог. Это неизбежно. Это неизбежно. Но в эту, по словам Павла, мы можем увидеть, что это избавление, оно будет в жизни верующего человека и здесь, и сейчас. Не только там, когда-нибудь, когда там Бог определит, но именно здесь и сейчас Бог совершает это спасение. И поэтому Павел и говорит филиппийцам, да, вы со страхом и трепетом, в смысле не, вот здесь нужно правильно понять страх, это не тревога и не тревожность, понимаете, да, что верующие просто у них невроз такой уже, все, диагноз, депрессия. Не в этом смысле слова. Здесь речь идет о таком благоговении, какой-то осознанной ответственности действительно за свою жизнь, чтобы не просто жить пусто, непонятно, чем быть управляемым и движимым, чем быть наполненным, чем быть, что тобой наполняет и что тебя контролирует, а именно понимать, что в каком ты духе находишься, какая твоя цель вообще твоей жизни в существовании. Божья она. Ты ради Бога живешь, для Бога живешь. Исполнить Его волей, Его замысел или какие-то свои собственные интересы ты преследуешь, даже несмотря на то, что ты верующий человек. Ну, можно же прикрываться религией и тому подобное. Это использовать то же самое Бога и так далее. Поэтому Павел говорит со страхом и трепетом вот этим благоговением, смотрите, вникайте в свою жизнь и совершайте это избавление. И дальше Павел подчеркивает, что это не усилие, которое совершает сам верующий, а это действие совершает кто? Бог, который дает и желание, и действие вот именно по своему благому намерению, чтобы в нашей жизни осуществилось это благое намерение. Итак, в заключении, есть одна интересная коротенькая история от преподобного Амвросия Оптинского. Он и любил рассказывать ее своим ученикам. ехал как-то один мужик по базару. Вокруг толпы народа, говор, шум, толчия, а он по сторонам не глядит, лишь потихонечку подгоняет свою лошадь. Ну, 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 ну и помаленьку и проехал через всю базарную площадь. Так и ты поступай, чтобы не говорили тебе помыслы. Знай свое дело, молись, да двигайся вперед. И вот вопрос на этой неделе, который я хотел, чтобы вы над ним поразмышляли и подумали. Он простой, так же, как называется тема моей проповеди. Что является движущей силой моей жизни? Именно моей. Подумайте, что же контролирует вашу жизнь? Кто ее направляет? Чем вы движимы наполнены? Каков смысл именно вашей жизни? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос в молитве в течение этой недели. Поразмышляйте, подумайте. И пусть Господь благословит, чтобы в вашей жизни случилось то, о чем пишет апостол Павел. Чтобы Бог производил у вас и желания, и действия по своему благоволению. Аминь. Помолимся Господу. Господь наш, мы пришли к Тебе, чтобы услышать Твое слово. Но нужна какая-то сила, которая бы осветила наш ум, показала нам, что же на самом деле движет нами, ради чему мы вообще живем, чем мы контролируемы и управляемы. Потому что, несмотря на то, что мы верим в Тебя, мы так же, как и обычные люди, можем быть подвержены зависти, гневу, мести, злобе, страстям, амбиции, тщеславии и много-много всяких других вещей, которые могут наполнять нашу жизнь. Мы лишь просим Тебя о том, чтобы нами двигала Твоя любовь, Твоя сила, Твой дух, Твой замысел, Твоя цель, Твоя воля. Благослови, Господь, жизнь каждого из нас и приведи нас к этому. Во имя Иисуса молимся. Аминь. Аминь.